Это музей Владимира Маяковского. Здесь поэт снимал дачу в последние годы своей жизни и создавал шедевры. В музее представлены портреты Маяковского, современные скульптуры, плакаты. Каждый год это место стараниями жителей и активистов пополняется новыми экспонатами. Я в школе работала с 91-го года. И вот эти все старые материалы, которые нужно создать в макулатуру, у меня просто рука не поднимается. И поэтому я решила, может быть, вам будет интересно. Фотографии и писем Маяковского, его изображения, даже карта с обозначениями передвижений поэта. Теперь все это есть в музее. Здесь подобные истории уже добрая традиция. Вот портрет Маяковского. Это подарок от Пушкинской театральной студии «Маленький принц». 33 года Маяковский, этот Маяковский наблюдал и вдохновлял детскую театральную студию. Многих-многих любительских, а может, впоследствии профессиональных актеров. Вот, мне кажется, это очень ценный экспонат. Вот, обычная, обычная серийная штука становится необычной, уникальной вещью. Приносят каждый, что считает нужным. Портреты, старые издания, фотографии. Даже просто вещи, необходимые в быту. И что вы привезли? Сляку. Сможете показать? Ну вот, мы тут надарили, она немножечко лишняя у меня. Тут вот записаны книжки. Вот, куда мне их девать, непонятно. В музее проводятся экскурсии, тематические встречи, спектакли. Одно дело, когда приходишь в место, которое создано кем-то. И совершенно другое, когда понимаешь, что здесь есть личный вклад многих жителей. Наш довольно обширный опыт, местный, исторический, культурный, говорит о том, что фотография – бесценный источник памяти, информации, машины времени. Вот, и если кому-то не жалко, приносите на дачу Маяковского разные-разные фотографии, люди, город, вещи. Они станут украшением и историей музея. Мария Лихобабенко, Яков Глейзер. Новости Большого округа.